Вал Кей Дэниелс, что вы пророчите Украине? Ну, это очень простой Вал, Валерий, наверное, Вал, это очень простой вопрос. В Украине будет то, что выберут граждане Украины. Вот сейчас выборы, можно выбрать радикальные реформы, будут трудности, но зато, как вот в Польше, сначала очень трудно, Лешак-Кочинские реформы, а потом государство превращается, граждане богатеют, а государство превращается в одно из самых влиятельных государств Европы. То же самое с Украиной. Михаил Саакашвили тут говорил, мне понравилось. Украина будет сверхдержавой, да, у Украины есть такой потенциал и по территории, и по количеству, качеству граждан. Она может стать сверхдержавой, но для этого нужны реформы. Выберут граждане стабильность, дурную стабильность, видимость стабильности. Ну, будет стабильность, будет такая же коррупция, власть олигархов, бедность. Это будет меняться в худшую сторону или в лучшую, но очень медленно. Выберут граждане реформирование, совершенствование государства. Ну, вот значит, Украина будет совершенствоваться, богатеть, как с компьютером. Можно выбрать компьютер подешевле, но с низкой производительностью и мучиться с ним. Можно поднакопить деньги, но взять нормальный, высокоскоростной компьютер, тоже с властью. Можно оставить то, что есть, а можно сделать власть современной или заставить ее быть современной. Реформировать армию, реформировать спецслужбы. Я предполагал, и сейчас тоже не оставляю этой надежды, что у Украины может быть самая сильная армия. Армия сильнее, чем армия России. А в современных условиях, когда значение имеет больше технические средства, чем количественные человеческие ресурсы, вполне реально. Но реформировать надо эту армию. Если останутся толстопузы и генералы советские, которые очень часто повязаны какими-то обязательствами с российскими спецслужбами, ну, ничего не будет. Если будут молодые генералы, выпускники американских академий, Вестпоинт, ну, будет реформирована армия, и такой армии можно будет доверить самое современное оружие. И американцы уже не будут сомневаться в том, что это оружие может оказаться у врагов Украины. Будут давать это оружие европейцы. То же самое с экономикой. Можно оставить у власти этих воров, а можно их отстранить от власти. Тогда бюджет будет наполняться. Можно оставить спецслужбы Украины, как они есть, связанные, повязанные там какими-то связями, обязательствами. С российскими спецслужбами. А можно радикально реформировать, как это сделано было в Грузии. Значит, все зависит от... Это не случайный процесс. Тут не орел-решка, не кости надо бросать. А надо задавать вопрос гражданам Украины. Чего они хотят? Потому что будет то, что они хотят. Ну, похоже, что они хотят все-таки реформ. Я надеюсь. Чтобы они хотят.